Иван Петрович каждый день думает о духовности, о Боге, о религии, и поэтому хочет построить храм. Потому что дом, баня и свой спортзал на его дачном участке есть, а храма нет. Не будь безразличным, проголосуй за Ивана Петровича, помоги ему осуществить свою мечту. После ликвидации Государственной автоинспекции, тысячи гаишников оказались буквально выброшенными на улицу. Ух, куда? Как поганый! Пошел вон отсюда! Пошел вон! По статистике, 9 из 10 гаишников, оказавшихся на улице, пополняют стаи бездомных. Чтобы найти пропитание, бродячие гаишники сбиваются в стаи, а самые отчаившиеся даже нападают на людей. Пришло время взять ситуацию под контроль. Вот уже несколько лет на улице Гончара 8, в здании бывшего Мрео функционирует приют для бывших гаишников. Работники приюта изо всех сил стараются окружить своих питомцев необходимой заботой. Моют, прививают от паразитов, а также во избежание бесконтрольного увеличения популяции стерилизуют особей мужского пола. К сожалению, бюджет приюта ограничен, поэтому долг каждого из нас – найти бывшим гаишникам новый дом. Верни по interior Ну аккуратно, ну что? Верни! Верни к землю в свою – это что? П acomодь! Все! Пока, ребята! УРЯТ Взяв к себе этот ласковый комочек формы, вы не только исполните свой гражданский долг, но и получите верного друга, способного украсить вашу жизнь. Найдем бывшим гаишникам новый дом. Помните, мы в ответе за тех, кого распустили. Иван Петрович все время думает о благотворительности, потому что у его любовницы Танечки новые губы уже есть, а новой груди еще нет. Не будь безразличным, проголосуй за Ивана Петровича, помоги ему осуществить мечту Танечки. Бывают вечера, когда отец возвращается с работы. И дом наполняет грусть. Печаль Тоска Безысходность Но бывают вечера, когда возвращение отца – это безудержное веселье. Фонтаны позитива и незабываемые эмоции. В общем, настоящий праздник для всей семьи. Пьяный папа, веселый папа. Отцы, уделяйте внимание детям. Пейте хотя бы раз в неделю. Иван Петрович постоянно думает об альтернативных источниках энергии. Потому что Танечка с новыми губами и новой грудью у него теперь есть, а энергии уже нет. Не будь безразличным, проголосуй за Ивана Петровича. Помоги ему осуществить свою мечту и мечту Танечки. Большинство женщин предпочитают молчать и не решаются произносить это вслух. А между тем, каждая третья замужняя женщина в нашей стране страдает от этой проблемы. Пришло время сказать о бородатой чуме 21 века. Мужчины, остановитесь! После того, как мой муж отпустил бороду, наша жизнь пошла под откос. Его борода увеличила расходы в нашем семейном бюджете в несколько раз. Мы стали покупать в два раза больше шампуня. Увеличились расходы на продукты питания, ведь половину продуктов борода оставляет себе. Нам даже приходится тратиться на лишнюю одежду. Катя, опять пропал мой второй носок. Придется новый покупать. Я уже молчу об интимной жизни. Как бы вам объяснить. Когда я с ним целуюсь, я чувствую себя орлицей, которая кормит гнезде своего птенца. Понимаете? Но ужаснее всего ночь. Просыпаясь, я не сразу в темноте могу определить, что передо мной. Лицо моего мужа или задница нашей собаки. Хватит! Пришло время дать отпор этому мохнатому безумию. Отомсти мужу! Отпусти бороду! Продолжение следует... Продолжение следует...